Вопрос. Одним из желательных действий перед сном является омовение. Что же касается совместного сна мужчины с супругой на одной большой постели, то я думаю, что это не является сунной. Хотел бы узнать ваше мнение. Да воздаст вам Аллах благом. Хвала Аллаху. Напротив, это является сунной и на это указывает множество хадисов, один из которых приводят Бухари и Муслим. В этом хадисе говорится, что посланник Аллаха сказал Али и Фатиме, если вы легли в вашу постель, то возвеличьте Аллаха 33 раза, скажите Аллаху Экбар. Скажите Тазбих 33 раза, скажите Субхан Аллах. И вознесите хвалу Аллаху 33 раза, скажите Альхамду Лиллах. В другой версии у Бухари говорится, пророк пришел к нам, когда мы уже легли, и я хотел встать, но он велел, чтобы мы оставались на нашем месте и сел между нами так, что я почувствовал холод его ног на своей груди. Этот хадис указывает на то, что сон мужчины с женой в одной постели является сунной. Возможно, причина неясности, которая появилась у спрашивающего, кроется в том, что мужчина, совершив омовение перед сном, затем ложится с женой и, естественно, их тела соприкасаются, что делает омовение недействительным, поэтому нет смысла совершать омовение. И здесь нам не обойтись без обсуждения вопроса, портит ли омовение прикосновение к женщине или нет. Ученые разошлись в этом вопросе во мнениях, и причиной разногласия является разночтение в толковании слов Аллаха. «И если вы прикоснулись с женщинами и не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки». Сура женщины Аят 43. Часть ученых считает, что под прикосновением здесь имеется в виду прикосновение рукой. Другие ученые говорят, что прикосновение здесь означает половую близость, так же, как и в Аяте. Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их. Сура союзники Аят 49. И Аяте «На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их». Сура корова Аят 236. Кроме этого, они ссылаются на то, что единогласным мнением ученые обязывают выплату полного махра женщине не в случае, когда мужчина лишь прикоснулся к ней, а в случае, когда между ними произошла половая связь. Передается, что этого мнения придерживались Али, Убей ибн Каб, Ибн Аббас, Муджахид, Таус, Хасан, Убейд ибн Умейр, Саид ибн Джубейр, Ча'би, Котадах, Мукатиль ибн Хайян, Абу Ханифах. Книга достижения желаемого из толкования Аят Аль-Ахкам Циддика Хасанхана. Это мнение является более правильным, так как передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она сказала. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, совершал омовение, затем целовал кого-то из его жен, затем совершал молитву, не обновляя омовение. Имам Бухари в своем достоверном сборнике приводит слова Аиши, да будет доволен ею Аллах. Я спала перед посланником Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, а мои ноги были в стороне кыблы, и пророк, совершая земной поклон, толкал меня, и я поджимала ноги, а когда он вставал, я протягивала их, и в то время в домах не было светильников. Эти два текста указывают на то, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, прикасался к женщине и не обновлял омовение, и что он прикасался во время молитвы. Поэтому сунна пророка, саляллаху алейхи вассалям, являющаяся разъяснением Корана, указывает на то, что просто прикосновение не портит омовение, но если при прикосновении выделится мази, секрет, выделяющийся при возбуждении, или сперма, то омовение портится. Поэтому, если знать правильное мнение, противоречие в этом вопросе исчезает, и лишь Аллаху известно лучше.